Почва как особое природное тело. Каждый из нас видел почву. Часто мы называем почву землей, так как это та часть земной поверхности, которую нам проще всего увидеть. Почва это поверхностный слой твердой земли, в котором процессы, происходящие в горных породах, так переплетаются жизнью организмов, что отделить живое от неживого невозможно. На образование почвы влияют состав горных пород, растительность, животный мир, климат и рельеф территории. Чем отличается почва от горной породы? Без горной породы не смогла бы образоваться ни одна почва. Недаром ученые называют породу, на которой она формируется материнской. Со временем горная порода начинает разрушаться и преобразовываться. Частицы, входившие в состав горной породы, участвуют в образовании почвы. В зависимости от размера минеральных частиц почвы бывают глинистые, песчаные. Главное, что отличает почву от горной породы, это ее плодородие. Сколько человек может прокормить земля, какие она дает урожаю, вот что прежде всего интересует людей. Чем больше в почве питательных веществ, тем она плодороднее. Питательные вещества поступают в почву в результате разложения бактериями и грибами останков организмов. Органическое вещество черного цвета, которое образуется после такого преобразования, называют гумусом. Поэтому чем более темный цвет имеет почва, тем она плодороднее. Особенности различных почв хорошо видны на профиле. Он показывает почву от верхнего плодородного слоя до горных пород. У тундровых глеевых почв под тонким гумусовым слоем лежит слой сизого цвета, глеевый. У подзолистых почв гумусовый слой толще, под ним лежит слой по цвету, похожий на золу. Самый толстый, самый темный плодородный слой у чернозема. Это хорошо видно на рисунке. Какие бывают почвы? Почвы разделяют на три типа в зависимости от условий образования, накопления гумуса. Как правило, под каждым типом растительности образуется свой тип почв. Под разнотравными степями черноземы, под смешанными лесами, дерново-подзолистые почвы и т.д. Чем больше в почву попадает останков организмов и чем быстрее они разлагаются, тем больше плодородий почвы. Количество растительного опада и скорость его разложения определяются составом растительности климатом территории. Поскольку на равненных климатические пояса и соответствующие типы растительности сменяют друг друга в широтном направлении, то каждый тип почв занимает на земном шаре свой широтный пояс. Также выделяют болотные почвы, почва высокогорий. Почему человек должен охранять почву? Почва важна для жизни людей. Помимо способности давать урожай, она защищает верхний слой горных пород от разрушения водными потоками, особенно на склонах. Почвенный покров замедляет сток воды и способствует накоплению подземных вод. Часто человек стремится улучшить свойства почвы, внося в нее минеральное удобрение. Однако делать это нужно очень актуально. Если удобрение вносить неправильно или в очень большом количестве, почва может потерять свое плодородие. Для поддержания плодородия больше подходят органические удобрения. Уничтожая растительность, человек влияет и на почвенный покров. После вырубки леса он остается незащищенным и легко смывается водой. В степных районах из-за уничтожения растительности сильный ветер сдувает верхний плодородный слой почвы. Процветавшие сельскохозяйственные районы превращаются в пустыню. Выводы. Главное свойство почвы – плодородие. Самые плодородные почвы черноземы, которые образуются под степной растительностью. Почва легко разрушается и почти не восстанавливается. Она теряет плодородие при длительном неразумном использовании. Ключевые слова и выражения. Почва – глинистые почвы, песчаные почвы, плодородие почвы, гумус, тундровые, глеевые почвы, подзолистые почвы, черноземы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова